всем привет сегодня я буду готовить кулинарный влог всех приветствую на моем канале кто первый раз зашел на моем на нашем канале наш семейный канал я последнее время уже просто говорю на моем потому что очень часто я все-таки присутствую чем нежели вся моя семья в общем сегодня будет кулинарный влог сегодня я буду готовить пирожки маленькие я забыл как называются они вагобеляш или вагобеляш в общем мы родом из башкирии конечно же мы любим эту татарскую еду башкирскую и большое количество так сказать мы постоянно употребляли я люблю чай татарский такой крепкий с молоком но это раньше я пила сейчас последнее время не пью такой чай вот но это все было самое такое любимое тесто нужен нужен нам кефир обязательно без кефира будет не то поэтому для теста я нашла кефир вот у него стаканчики в холодильнике и вот остатки роскоши еще видите кефирчика в общем стакан кефира нам хватит потом кусок масла нашла сливочного нужно маргарин ну вот обычно раньше на благодарение делали я буду сегодня делать на масле вот кусок масла мне вот такого достаточно будет здесь наверно грамм наверно где-то 90 точно есть одно яйцо нужно будет все при комнатной температуре желательно я сейчас все достала заранее потом сода нам нужно будет соль вот в принципе и мука в принципе это будет наше тесто мы очень замесим вот куриный фарш сони покупали мы в самом склабе вот такая вот упаковочка будем делать с куриным фаршем потому что мы любим курицу в общем будет сегодня курица чистила 5 картофеля и будем резать кубиками лука должно быть очень много лук вообще идеально будет когда он будет порезанный нашинковыми его будет много луковиц прям вот такую большую я прям туда все в наш фарш вот конечно же количество фарша зависит если много фарша то еще больше лука и приправа конечно возьму я наверное сегодня кориандр а возьму укропчика сухого вот без вот этого ореха до мускатного я вообще не могу куриное мясо я постоянно добавляют особенно мускатный орех обязательно будет и петрушка с чесноком и солью это не органическая без всяких там каких-то добавок чисто чесночок вот так что и петрушечка очень говоря мы будем готовить сейчас давайте тесто попробуем замесим поэтому кто со мной идемте присоединяйтесь будет у вас такой маленький хорошенький свой личный такой пирожочек руке с картошечкой с курицей много лука очень вкусно с чаем это прям вообще вкусно в общем берем кефирчик все что есть холодильнике берем все что есть все что осталось вот вот еще кефирчика стакан кефира уберем разбиваем туда яйцо одно яйцо дальше дальше мы солим я делаю все руками все на глаз и думаю где-то наверное чайную ложечку соли смотрите на соль какая соль у вас крупная там мелкая примерно так быстро все готовится если честно это так страшно иногда кажется на первый взгляд на самом деле так все быстро так маслица я растопила такое жирное масло очень жирное добавляем сюда перемешиваем до полтора стакана потому что один стакан маловато сейчас посмотрим ну вот уже короче надо два стакана муки вот такой знаете тесто такое классное клевенькое такое тесто мягенькое такое вообще обалденное сейчас сейчас еще добавлю я как всегда без красивой картинки без стойки без ничего в общем как обычно так что пожалуйста сильно не ругайтесь что такая съем смотрите какое желтенькое такое тесто видите у меня масло такое желтое очень хорошее масло и оно такое немножко пористое становится когда ты его мешаешь потому что там сода кефир в общем два стакана муки и плюс-минус а заворачиваем его в мешочек она покоите жирненько сейчас его можно в пакет положить можно в пленочку завернуть как хотите у меня пленка такая дурацкая я лучше короче в пакет положу пусть она отдохнет немножечко можно в холодильник убрать так картошка готова видите такая она шинковала и каким-то образом вот теперь готовим наш лук это как знаете это как к чебуреки когда делают туда тоже мне нравится когда там мясо совсем на самом деле чуть-чуть но очень много лука кажется это очень вкусно и самса тоже также когда делаешь самсу ну я конечно вообще не делала самсу ни разу не надо попробовать я тоже ее люблю и обожаю но мне всегда это лень делать короче говоря надо как-то себя заставить и попробовать сделать потому что я очень люблю самсу сто лет не ела и мне нравится как там мясо кусочки да и и много лука тоже люблю в общем сюда было достать перец надо перец еще перчик так ну что лук картошка видите как много лука добавляем наш куриный фарш так и перемешиваем все это хозяйство по моему рецепту они на самом деле так готовится по моему совершенно по-другому там по моему там нужно мясо нарезать насколько я помню потому что так ладно в общем не важно важно что это будет очень вкусно если попробуете не пожалеете такой пирожочек что добавляем сюда перец теперь я добавляю сюда мою любимую приправу мускатный орех можно чайную ложку наверное вообще спокойно на моё количество потом кориандр тоже примерно так же добавляю сюда чеснок с петрушкой чеснок с петрушкой все так же так же в таких же пропорциях и укропчик сухой укропчик и конечно же соль соль обязательно нам нужна вот это вот картошка лук вот этот мускатный орех вот это вот кориандр и вот этот вот куриный фарш это очень вкусно пахнет не знаю у тебя голодная конечно если ничего не остро что я уже все уже у меня уже даже фарш уже такой вкусный мне серьезно вкусно пахнет да самое главное чтобы все такое в меру солененькое было если не досолите не будет вкусно без всякой красоты вам чисто так по-свойски по-домашнему быстренько готовлю и нашу поверхность на которой мы будем лепить чуть-чуть муки берем наше тесто муки прям совсем немножко потому что тесто такое жирненькое так катаем колбасочку и прямо такие как на пельмешке нарезаем вот такой вот шарик у нас получается я раньше думала как такие вот такие прям шарики на булочке делать надо прямо посередине ладошки оказывается положить и вот так вот руку сделать и вот так вот катать получается вот такая вот красивая штучка так кстати у меня духовка разогрелась на 375 по фаренгейту я ее поставила тетям привет ты сказал чай поставить я пошла за мятой а там сидит вот такая вот лягуха вот такого размера золотыми глазами я чуть с ума не сошла я как вышла так и зашла обратно в общем чая не будет смятой она сидит она в ягодах сидит но я вообще не могу не как так все все лепешечки все вот видите все готовы прям нашу скалочку как на манты слушать тесто вообще просто обалденно очень примерно вот такого вот размера она даже руками делается не то что катать вот я надеюсь видно будет сейчас атаку сделаю еще вот так вот да вот и берем наш фаршик и кладем прям посерединке ложку столовую нормальную такую с горочкой и вот так вот вот так вот собираем сейчас я еще посмотрю как у меня получится потому что давно уже не делала верно это должно выглядеть вот так видите оставляем дырочку небольшую не очень красиво у меня конечно получается это надо приноровиться так ну что смотрите как у меня получилось они мне такие некрасивые страшненькие очень красиво заворачивают их в общем но я это редко делаю они мне никогда на самом деле не получались хорошо вот вкусно получались хорошо красиво нет так что за эстетичность сегодня мне двойка так сказать вот нужно чтобы они такие красивые были обязательно чтобы дырочка была и все и сейчас я сейчас я смажу жутку вчера кстати яйца купили с сонькой или я помню вчера в пабликсе яйца покупала какой-то интересный в этой написано было ферма какая-то там вот смотрите какой желток такой какой-то прям нереальный какой-то оранжевого цвета так ну что кажется они готовы сейчас попробуем картошечку самое главное чтобы была готова картошка внутри картошка приготовилась мясо точно приготовилась что не знаю какой выбрать вот это что ли более открыто такой картошечка такая ничего класс ну все в общем готовились они у меня 45 минут получается 375 градусов вот все ошибок беляшки готовы ура ну что все я молодец про сегодня напекла сейчас просто так это обалденно прям пахнет вообще попробуйте чай крепкий молоко сахар и вот эти вот беляшки прям вообще объедение ну все приятного нам аппетита все спасибо всем кто сегодня со мной был и увидимся с вами в следующем видео все всем спасибо пока пока